Добрый день. В эфире телерадио компания «Губерния 33». Программа «На всю Владимирскую» в студии Александр Козлов. Гость программы сегодня Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Александр Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Уважаемые телезрители, сразу по традиции обозначу тему разговора. Во-первых, у нас закончилась прививочная кампания. Учитывая, какое внимание вакцинации последние годы оказывается, подведем ее итоги. Но, как вы понимаете, приглашать главу облздрава исключительно ради прививок слишком расточительно. Поэтому поговорим также о ситуации в Собинской медицине. На имя Александра Викторовича Собинцы не так давно направили открытое письмо, где рассказали об острейшей нехватке медиков, о конфликте врачей с главврачом ЦРБ, из-за чего они якобы увольняются. В целом, о кадровой обеспеченности поговорим. Ну, на этом, наверное, и закончу анонсировать. Начать все-таки предлагаю с прививочной кампании. Как она у нас прошла в этом году? Сколько доз нам поставило, поставлено было, сколько человек мы привили? Ну, вот ситуацию мы, конечно, еще продолжаем, потому что у нас в последней парте 300 тысяч доз поступило 16 октября. Это последняя партия 300 тысяч? Да, сегодня где-то уровень привили мы 35, значит, 7 процентов, ну, может быть, с учетом огрехов, надо процентов 10 населения еще привить. С учетом этого, это где-то приблизительно около 100 тысяч населения. Надо у нас работать 42 прививочных бригады. Ну, мне кажется, вот сегодня необычайная широкая такая пропаганда. И мы увидели отклик, потому что мы впервые увидели, когда люди просят вакцинироваться, если в чем-то мы не успеваем, уже вопрос возникает, а где вакцина? И так она говорилась. Очень широко, так сказать, и подключились все здесь и органы власти. Губернатор Светлана Юрьевна очень, так сказать, ратует за эту ситуацию и контролирует, потому что на планерке она поднимает тех, кто не привился. Это очень важно. Относительно детского населения. И поэтому население, население, детское население пока проблема. Это серьезная проблема. И сегодня я уже по врачам, педиатрам говорю. Вы должны подготовиться, что у нас будут сложности у детского населения. Вот ту компанию, которую мы должны, мамочки, восприняли лучше, но это не означает, что все хорошо. Поэтому у нас очень привитость все-таки оставляет желать лучшего. И мы готовимся к проблемам, вот когда инфекция, эпидемия, что будет проблема у детей. Это, возможно, первый прогноз, самый такой пессимистический. Это будет опять огромная потребность во врачах, педиатрах, скорой помощи и огромная проблема, где скорая помощь, где вы были, почему вы не были и так далее. Это, возможно, будет осложнение. А у детей тогда потребуется ряд узких специалистов, где у нас сейчас тоже есть вопросы и проблемы. Там лор-врачи, неврологи и так далее. И мы должны готовиться, что, возможно, будет тяжелая пневмония. И ситуация опасная, что понимание у ребенка, она принимает его крайне тяжелую форму, потому что есть еще проблемы незрелости и так далее. Поэтому врачам и педиатам сказали. Но вот вы как бы готовите и настраиваете своих специалистов к тяжелому периоду. Это пессимистический прогноз. То есть это именно из-за недостаточной прослойки пневмитных или штамм у нас будет циркулировать какой-то особенный? Нет, мы говорим, что штамм будет H1N1, но понятно, это будет основной. Сегодняшняя вакцина, она готова для вакцинации. Но опять же вот то, что мы не получили вот того уровня, потому что детей на доме 75% было прикинуть, 75%. То есть это абсолютная ситуация, которая прикрывает. Ведь сама вакцина, она стимулирует и специфический иммунитет против вируса гриппа, и не специфический иммунитет, который настроен против остальных вирусов. Вирусов огромное количество. Я уже не говорю, что есть и бактериальные инфекции, которые тяжелые, или вот та же самая микоплазма, которая внутриклеточная обитает и требует специфического подхода в лечении. Поэтому и... но о чем мы сейчас готовимся? Вот у нас одна проблема вакцина, вторая проблема. Понимая, что у нас сегодня не тот достаточный уровень среди детей, мы начинаем готовить врачей и педиатров к встрече вот с этими проблемами. А приблизительно? У нас есть, у нас еще есть варианты неспецифической иммунизации, и мы об этом будем говорить, еще не поздно, и будем говорить, и надо готовить. Ну и надо просто родителей подготовить. То есть это вот, мы сейчас письмо написали в образовательной школе, о проблемах, как это мы считаем. Ну, вернее, в образовании там дошкольные, школьные, да даже выше. Ну, то есть здесь скопление, массовое скопление детей, конечно, там, это всегда проблема. А если вот вы говорите о некой эпиковой заболеваемости, по прогнозам, я понимаю, что... Прогноз вот, Аш, вот у нас прогноз, вот который сейчас вот, начинается превышение порога. Пока в некоторых районах, но он начинается превышать. Уровень областной пока держится. Вот, где, в каком месте прорвется, не знаю. Вот, очевидно, идет вирус с Востока, оттуда, с Азии, с Китая, и там уже начинается. Вот, посмотрим, мы так наблюдаем за эпид-ситуацией, контролируем. Ну, мы сегодня подготовились. У нас, так сказать, эпид-прогноз контролирует, ну, как бы, сарпи-станция поставлена, Роспотребнадзор. Дальше мы в этом году у нас поставили две лаборатории для диагностики гриппа. Которые будут и в городе Владимире, и в городе Муроме. Для того, чтобы мы могли дифференцировать, верифицировать диагноз на больничной койке. Закупили дополнительную аппаратуру для искусственной вентиляции. Ну, готовимся к худшему. Должны быть готовы. Ну, и меры закупки лекарств и так далее. Вы сейчас такие вообще очень тревожные вещи сообщали. И у многих родителей, которые сейчас нас смотрят, может возникнуть желание, ну, коль уж такими карами... Мы не закончили прививочную кампанию. То есть сейчас еще не поздно? Да, не поздно. Этого времени хватит для выводки иммунитета. Почему? Потому что, в принципе, иммунитет развивается за две недели. Так должны быть. Ну, не попасть. Вот за две недели, вот эти где две недели наступят? Они могут наступить в середине ноября. Могут первого декабря. Может быть, в середине декабря. Иногда мы даже идем на том, что прививочную кампанию проводим и в период эпидемии. Но это, как бы, так сказать, это решает доктор, врач, который берет на себя ту меру ответственности, согласуя ее, вот именно степень риска возможных осложнений или, так сказать, предотвращения возможных осложнений. А вот именно такая ситуация по детскому населению, она связана с тем, что родители отказываются прививать? Ну, большой отказ родителей, который идет. И все равно мы говорим, и у нас есть разные вещи, потому что сила убеждения должна быть. И вера в то, что ты делаешь. Это самое главное. Без веры врачу или там медицинской работе, ты сам должен, в первую очередь, верить свято в то, что ты делаешь праведное дело. И на твоем пути могут быть разные люди, которые могут тебя в чем-то увинать. Но ты делаешь праведное дело, и ты должен идти строго по этой дороге, понимая, что, допустим, ты самый главный человек, и ты можешь сегодня предотвратить. И ты должен говорить об этом. Тебя будет в чем-то, может, обвинять и так далее, но ты должен. Поэтому убеждение врача сегодня очень важно. Если относительно поставить таки прививку, то есть сейчас можно обратиться в любую... В любую. Мы продолжаем, да. Мы продолжаем в любой привычной компании. Мы ее не закончили, ее продолжаем. Поэтому мы одновременно готовимся к неспецифической профилактике. Есть такие методы. Достаточно, допустим, мы будем готовы, будем обучать, когда достаточно должно быть противовирусных препаратов, которые при первых признаках заболевания надо профилактически принимать и так далее. Вторая проблема, это мы всегда говорим, нам ведь не то, что 40% надо, не надо гнаться за цифрой 40-42. Надо понимать, есть группы риска. Они серьезные. Группа риска – это дети, это пациенты с болезнями сердца и легких. И одновременно мы сейчас и прививаем еще пневмокуковые вакцины, привинаром 13. Это самая тяжелая пневмония, которая на фоне возникает. Ее надо прививать, это фактически одна прививка на всю жизнь. И ты как бы, ну фактически, вот мы говорим, сегодня ты обезопасен от воспаления легких. Привинаром. Это детей мы прививаем за счет федеральных средств, которые дают. А вот привинаром взрослых мы начали свои средства из областного бюджета выделять. Их пока не так много. Но будем наращивать обороты. А вообще динамику вы все-таки констатируете положительную. То есть в целом идет… Да, мы контролируем. Вот в последнее время, надо сказать, количество пневмонии резко возросло. Пневмонии и воспаления легких приняли необычную картину. Врач видит пневмонии совершенно не те, которые он привык или которые он учили. Изменилась клиника, поменялась инфекция, приспособление, появилась невосприимчивость к антибиотикам. Потому что мы говорим, что антибиотики принимают достаточно очень много, порой без назначения. И не контролируем. И не контролируем. Поэтому в обществе очень большая резистентность. И поэтому мы говорим сегодня, антибиотики надо все в рецептурную форму. Надо прекратить, иначе общество само себя вот скоро приведет. Ну, здесь все мы. Это и работа нас, там, работа врачей, работа аптекарей, все и так далее. И опять разъяснять, разъяснять, разъяснять. Антибиотик – это препарат, который воздействует только на бактерию. Сегодня преобладает вирус. Антибиотик на вирусы не работает. Надо применять противовирусные препараты. Они разные. И они разные цели. Надо знать клинику. Поэтому сегодня врача обучаем не только диагностике, верификации, которые морфологические, а еще и том, что клинические. Александр Викторович, предлагаю перейти к ситуации в Собинской медицине. Написали не так давно на вас открытое письмо. На ваши имя, я имею в виду, жители Собинского района. Во многом винят в тех проблемах, которые сейчас там сложились. Винят главврача Собинской ЦРБ Симагина. Вы, имеется в виду, департамент здравоохранения, дали тоже открытый ответ на это письмо. Вот, собственно, по некоторым пунктам этого открытого ответа я и хочу пройти. Вот там у вас, процитирую сейчас, есть такая фраза, что был составлен план мероприятий по устранению допущенных недостатков в районе. Вот можно ли хотя бы в общих чертах узнать этот план? Значит, две коллеги и оба раза работа признана неудовлетворительной, как и в руководстве, так и вообще в организации медицинской помощи. Вот если жители, ведь вот Собинский синдром, я уже вот вам рассказывал, ведь Симагину мы назначали департамент по обращению общественности, депутатов и выезда и так далее. Говорили, назначите нам Симагину, это тот человек, который нам поможет. Значит, проблема Собинского здравоохранения, это не является только одна проблема Симагины. Если там убрать Симагину, то проблемы там не исчезнут, они остаются. А что это за проблема? И поэтому проблема достаточно первая. Кадровый дефицит, который в Собинском районе сложился. Он давно сложился. Это не вчера, не сегодня. И, как бы так сказать, ситуацию, в которой нам надо ее ликвидировать. Разными путями. Ну, есть пути. Вот, допустим, мы говорим там и пишем письма. Верните нам государственное распределение выпускников. Вот вторая позиция. Мы там требования свои департамент направил в Госдуму о том, что мы считаем, что надо изменить лицензионные требования к частным организациям, куда выпускников принимать частные организации только после шестилетней работы в государственных учреждениях. Там есть ряд вопросов, которые мы направили. Они будут касаться не только Собиньки, они будут касаться Владимирской области и так далее. Есть проблемы, которые вот близость. Вот объявили, что 120 тысяч средняя зарплата в Москве. И понятно, что... И когда мы говорим, у нас 40 тысяч, ну, сравните 40 и 120. Это рядость. То есть проблема кадровая. Дальше. Что мы можем сделать? И что мы внедрили? И уже надо, что делать? Это эффективный контракт. Сегодня он пришел в Собинскую больницу. Сегодня мы его, так сказать, ну, как бы мы его... Там он не был цифр. Но цифра 70, 80, 90 тысяч, где мы будем приглашать специалистов. 70, извините, перебью. От 70 до 90 тысяч. До 90 тысяч рублей зарплата специалиста, которому вы хотите... Да, конечно, за эту зарплату надо работать. А кто сказал, что врач не должен работать? Он и должен работать. И за 90 тысяч тоже надо поработать. Но он получает гарантированную оплату, если он соглашается на наши условия. Ну, у тебя есть выбор, там есть ступени. Понятно, там, например, ступень первая 60 тысяч, вторая 70, 80, 90. Дело даже не в размере. Подход просто другой системы оплаты. Человек должен заранее знать, сколько он получит. И за что? За какой объем работы? Чтобы не распределялось вот там стимулирующий опыт. Кто-то это распределяет. А мы всегда не верим, кто это распределяет. И поэтому мы говорим. Вот эффективный контракт, он должен не на бумаге, он должен быть в реальности. И вот в Собинском районе он крайне эффективен, крайне нужен. Его надо не бояться, его внедрять. Вот чтобы вот понять тоже об этом эффективном контракте по его поводу. Понятно, что можно там условно, я хочу снять у наших телезрителей прям с языка вопрос, можно назначить зарплату и в 150 тысяч. Но такие требования выставить, которые нереализуемы врачу. Но дело-то в том, что смотрите, ведь это обсуждается с врачом. Вот мы говорим о той ситуации. То есть врач сам оценивает свою возможность? Конечно, он возможен. Я не говорю, конечно, что у нас все там Гераклы, богатыри. Человек выбирает. Он свободен, у него есть время, он может работать, он физически здоров, он стремится заработать деньги. И не бегать по частным компаниям, сшибать где-то там. А вот тебе рабочее место. И это сочетается с учетом того, что и главному врачу нужно. Но даже не главному врачу. Дело в том, что этот врач нужен пациенту, потому что сегодня. Правда ведь? И поэтому вот этот вопрос, который мы сейчас прорабатываем, это сложная проблема. Сегодня не все так просто. И это не так уж там легко. Но тем не менее, это внедрено в наших лечебных учреждениях. И там, где внедрены эффективные контракты, мы увидели прирост кадровый. Увидели. То есть пришел, пошел. Пришли, да. Пошли, стали идти и так далее. Вот буквально сегодня вот решался вопрос там, по доктору мы решали вопрос там, которая пришла ко мне на работу. Я говорю, пожалуйста, вот оклад 90 тысяч рублей в месяц. Но вот если 60 детей примете, вот, которые нужны мне, потому что вот, чтобы, ну как бы все потребности населения, мамочек с детишками, погладить, конечно, все 60 детей, не только врач работает там, и медсестра там, ну целая организация. 60 человек детей это в день? В день принимать. В день принимать. Но мы работали раньше, и мы ведь не первый год в медицине, и не только сегодня трудностей всегда не хватало, и мы работали тоже, всегда много работали, дежурили, работали. Ну вот такая ситуация. Вот 90 тысяч. По-разному, ну, например, там меньше, там, говоришь, ну, 80, там, 70, 60 и так далее. Ну, соответственно, по крайней мере, это достаточно честно, достаточно открыто, и это мы говорим, нам надо решить проблему. Нам надо решить проблему, сегодня она такова. И говорит о том, что завтра придут, там, послезавтра будут, понятно, это все, это перспектива. А человек живет сегодняшним днем, и ему надо сегодня. Вот сегодня это надо решать. Поэтому вот это внедрение, и у нас в Собинске это произошло. Вторая проблема. Мы говорим всегда о материально-технической базе. Это оборудование, надо поменять, надо научить работать. Материальная база, конечно, Собинская больница, без слез не взглянешь на поликлинику, на взрослую, на детскую. Ее надо ремонтировать. Вот все в одной части сделать нельзя в области. Материальная база вся в районах была запущена. Все, и мы поднимаемся, делаем, делаем. Ну, вот у кого-то это быстрее получается, у кого-то меньше. Здесь вот задача руководства. Потому что вот как руководитель сработает, и здесь вот у меня, допустим, есть претензии к главному врачу. Средства выделились, выделялись, результата нет. Это я спрошу ответственно. И никогда мы главному врачу не прощаем эти вещи. Это надо делать. Как это ты будешь делать? Сроки и так далее. Это твоя работа. Ну и, конечно, самое главное, выучка врачей. Сегодня проблема еще не только в Семагина, еще проблема есть внутренний как бы подбор, дать возможность обучения врачу, научить правильно работать, контролировать, как бы организовать процедуру, процесс. Как бы все должно быть отработано. Вот сейчас, когда меня упрекают, что там за внешнее управление, не бывает в медицине все так вот легко и так далее. Но еженедельно руководители врачей, пациенты бывают меня, и мы отрабатываем подходы, как лечить, что лечить, как делать и так далее. В любой ситуации, даже если там будет один врач, не важно, надо лечиться, оно правильно и грамотно. Это не означает, что 10 врачей, допустим, придут, и если они будут плохо знать внутреннюю медицину, они не спасут ситуацию. Нам-то нужен грамотный специалист. Но у нас может быть грамотный и врач, а может быть и грамотный и фельдшер, вот это организовать. И, конечно, ситуацию, которую нам надо, это вот маршрутизация. Мы сюда сейчас привлекаем дополнительные, вот у нас есть договоренность, мы привлекаем частные компании для оказания помощи. Это именно все Собинского района. Да, я говорил, да, не надо конфронтаться с частной компанией, там есть там война, там есть там ГАСИ, с частной компанией. Не надо, договора заключайте, мы даем под душевое финансирование, единый поклон. Надо идти на поклон, единый поклон частной компании. По России, ты же ответственный за оказание помощи, все там в конфронтации ставать. Есть договоренность, вот мы встречались с главным врачом, вот в дорожной медицине, вот у нас есть соглашение. Я его просил, помоги по договору, дай мне таких специалистов, там эндоскопию, уто, звуковую диагностику, давай это работаем. И мы туда направляем десанты, которые, конечно, они не решают проблем. Но у нас выезжают УЗИисты, приезжают там специалисты, где мы там эндокринные органы смотрим, где брюшную полость и так далее. Но все это вот, ситуации еще не окончательно нет. Вот поскольку уж ситуация не окончательная, и вот опять вернусь к тому, о чем вы несколько раньше говорили, о том, что и нынешнего главврача, да, Слава Семеновичу, по настоянию общественности, да, поставили, да, и сейчас ее снимать. Вот у меня заметка, была доктор Гонопольска главный врач, снять, убрать и так далее. Та же Владимирская газета, тот же Томикса, очень активно снимал доктора Гонопольска. Поставили другого доктора, там снять, убрать и так далее. Поставили третьего, убрать, только Светлана Константиновна, всенародная любовь. И понимаете, и человек очень грамотно, хорошо работал в Ставровской больнице. Ее и сейчас там очень хорошо встречают, но опять всенародная любовь, только она, только и так далее. Прошло какое-то время, что-то не решилось опять убрать и полная нетерпимость. Но департамент не может работать вне трудового законодательства. Мы не являемся этим органом, который назначает, убирает. Человеку есть право. Каждому право надо давать. И мы должны жить в правом государстве. И я говорю о том, что есть контрактная система, есть сроки контракта, есть подходы какие-то, что-то делать. Поэтому в рамках контракта, если человек... А меня требуют там, допустим, мы встречались, я же активно встречаюсь. Я же не закрываюсь в кабинете. С жителями. С жителями. Приходите, они ко мне пришли. И мы с ними все открыто говорили. Я им все рассказал. Как это будет, как вот у нас ситуация. Я им все показал. И вдруг появляется такое письмо. Вот я считаю, что это не очень хорошо. Тогда... А пришли мужчины. Да? Причем пришли и сказали, у нас чисто мужской разговор. Мы без женщин будем. Я говорю, ну если мужчина, так мужчина так. Сели, руки пожали, и все, начинаем работать. Так интересно. Я-то в рамках условностей, которые мы с ними работаем, а эти люди, значит, пожали и так, или какие-то сомнения. Так не бывает. Ну, собственно, я вот об этом и хотел спросить. Поэтому, когда говорят, что я там не езжу, там скрываю, я там их обманываю. Да мне нечего обманывать. Но я им говорю, что в рамках трудового законодательства ничего больше не будет. Вот если человек в отпуске, она должна быть в отпуске. И в период отпуска никто не имеет права ничего делать. Но каждый должен нести свою, например, какую-то ответственность за все. Ну, куда деваться. Поэтому в этой ситуации особенький, если бы только была проблема Семагина, это было бы легко. Вообще, вот шахматная игра, там передвижка главных врачей и так далее. Наверное, она где-то должна играть роль, потому что новые силы там и так далее приходят. Но не всегда это все решается. В системе здравоохранения мало вообще врачей. Мало. И разбрасываться вообще проблемно, конечно. Вот надо все-таки каждому постараться найти меру. Потому что даже с доктором, который патологоанатом, мы тоже ищем с ним вместе подходы работы и так далее. Понимая, что там он как-то, значит, не хотят его брать, чем-то провинился. Но доктору надо найти место работы все равно. И найти консенсус такой, чтобы понимание, прийти к обоюдному согласию. Каждый должен на этой земле, когда нас мало, оказывать помощь. Это очень важно. Найти эту помощь и найти согласие. Конфронтация, война, ничего хорошего не даст. Самое главное в этом, понимаете, выигрывают не те, кому нужно. Проиграют то пациенты. Вот кто-то там пишет, кто-то чего. Они думают, не заинтересованы в том, что ли, чтобы улучшить систему здравоохранения. Да это им вообще не нужна, эта система никому. Уже, они то есть свои личные интересы последуют. Свои личные интересы. Вот этого плохо. Этого не должно быть. Если уж когда-то говорят за чистоту взгляда, за чистоту интереса, давайте чистоту-то выведем наружу. А не так. Когда за маской скрываются совершенно другие цели. Поэтому я и говорил, работа удовлетворительная, я всегда повторяю. Руководители, у которых уходят кадры, это плохое управление. И мы всегда говорили. Ситуация дисциплинарное взыскание вынесены. И мы об этом тоже говорили. План мероприятий намечен. И мы несем ответственность. У нас въезжают все специалисты. Но они там не могут быть каждый день. Они тоже здесь же работают. Мы же в десяти лицах практически порой сейчас работаем. Но вот недавно хирург был. Вот сейчас терапевт выезжает. Выезжал онколог. И мы контролируем эту ситуацию, чтобы не оставлять район вообще без внимания. Он не брошенный. И чтобы как-то выровнять. Поэтому, вы знаете, я думаю, у меня сегодня было двое жителей Собинского района. Какие-то вопросы они решали. Я тоже иногда тоже как-то не понимаю, почему там врач что-то или иное как-то поступает. На мой взгляд, значит, он будет, с ним будет приедена встреча. Ему укажут, как надо делать это дело. Мы увидим, исправим, не исправим. Но за все действия, за все ошибки, каждый врач, любой, неважно. В какой он там, за кого он, за красных, за белых, за зеленых, он прежде всего врачу несет ответственность за свои деяния. И если там что-то будет не так, он будет, значит, соответственно нести. Поэтому Собинское здравоохранительство, ну вот 8 врачей и плюсом, 7 минусом. Понятно это движение. Если придет сюда 10, это будет счастье. Вот я когда говорил, что 130 врачей пришло в область, да? А мне бы, нам бы для счастья 150. Это за какой период? Вот за этот год. За этот год. Да. А нам бы для счастья 150. Вот сегодня много не хватает, 20 врачей. Будем искать, находить варианты, привлекать, социальные льготы давать. Но тем не менее, врачи тоже смотрят, вот эти скандалы тоже не способствуют привлекательности района. Не способствуют совсем. Понимаете? Вот, знаете, молодому доктору хочется войти в среду нормальную, хорошего отношения и так далее. Все это ведь не способствует привлечению врачей. Порой иногда раздутые искусственные скандалы, они только еще ухудшают ситуацию. Александр Викторович, к сожалению, к большому, много еще вопросов было, но вышло у нас время, я вынужден завершать программу. Напоминаю, гостем программы сегодня был Александр Кирюхин, директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области. Александр Викторович, спасибо большое, что пришли, объяснили эту ситуацию. Вел программу Александр Козлов, записи выпуска всех наших программ можно найти на нашем сайте trc33.ru. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok